Проведут анализы на наличие вредных веществ. Напомню, около недели назад в редакцию телеканала РЕН-ТВ Саратов обратились владельцы дачных участков Волжского района. Дело в том, что из новостроек микрорайона Цветочные канализационные стойки попадают прямо в Гуселку. Водой из реки члены СНТ пользуются для бытовых нужд. Сейчас за дело взялись экологи. За забором проб воды и грунта наблюдала Елена Губенкова. «Чувствуете, что запах уже раздается вот сюда, а вечерами еще сильнее вот это дело». Дело плохо, поняли владельцы дачных участков в районе Юбилейного. Сначала уловили канализационный запах, потом нашли источник. Прямо в Гуселку сливают отходы из новостроек микрорайона Цветочный. Забили тревогу и вызвали экологов. Сегодня специалисты уже не просто фиксируют нарушения. Собирают пробы воды и грунта. И хотя и так ясно, нарушения по всем пунктам экологического законодательства. Сначала нужно получить результаты анализов. «В воде мы будем определять содержание взвешенных веществ, содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов, фосфатов и содержание поверхностно-активных веществ. Это специфические загрязнения, характерные для канализационных соков такого рода». Дальше виновному вынесут предписание об устранении нарушений. Хотя специалисты все же сомневаются, что это возможно. Виноват застройщик, когда прокладывали систему водоотведения, явно схалтурили. Канализация мгновенно засоряется, и насос выходит из строя. «У нас люди же кидают в унитаз. Начиная от памперсов, заканчивая цементными растворами, кирпичами во время ремонта. Все это засоряется, выводят из строя насосы. Насосы, а так как здесь ландшафт под уклоном к Речнику-Селку, все это опять будет засоряться и опять будет попадать в реку». В идеале, говорят экологи, нужно не просто отремонтировать насос. Нужно полностью перепроектировать систему отвода канализации. Или установить специальные фильтры, чтобы трубы не забивались. Но удовольствие это не из дешевых. Застройщик же уже передал дома на баланс управляющей компании. А у нее нет денег на исправление ошибок строителей.